Привет, боец! В этом видеоуроке я покажу тебе три подготовительных, вспомогательных упражнения для удара ногами. То есть, во-первых, я тебе покажу упражнение для растяжки хай-кика, как улучшить твой хай-кик, бить ногой в голову четко, хорошо. Второе упражнение для мышц стабилизатора фронт-кика, то есть для того, чтобы мог резко выбрасывать фронт и забирать ногу назад. И третье упражнение я тебе покажу, расскажу, что такое тайский шаг, как его делать и зачем он нужен. Все эти упражнения я даю в своем онлайн-курсе, в котором провожу ребят за руку, так сказать, от новичка до бойца хорошего уровня самостоятельно. Даю им четко расписанный план тренировок с видеоуроками, с объяснениями и всем-всем. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце этого видео ты можешь подписаться в предварительный список моего онлайн-курса и под этим видео также есть ссылочка. Эффективного просмотра и настойчивости в тренировках! Сейчас покажу упражнение для хай-кика, для растяжки хай-кика. Много вопросов у ребят было, вернее, жалоб на самих себя по поводу того, что слабая растяжка, что мне делать, давно не тянулся. Сразу отвечаю, пойми прежде всего, что не нужно шпагат. Ребята, шпагат это не основа крутой растяжки. Наша задача научиться рубить ногой в голову. Делать это жестко и так, чтобы противник падал. Поэтому шпагат это не основа. Нам нужна хорошая растяжка для хай-кика. Что такое хай-кик? Это ударный бой в голову, при этом ты должен остаться боком. Правильный удар. Я показывал упражнение, есть видео, бонусных видео, как нужно разрабатывать суставы. Это один из моментов хорошего хай-кика. Второй, сама растяжка. То есть ты ложишь ногу опять-таки на какую-то поверхность, боком сразу. Вот как будто ты ударил, например, лоу-кик. И здесь старайся немножко потянуться. То есть боком прочувствовать саму ногу, которая поднимается. Все видишь, это высота для тебя, например, легкая. Ты тогда берешь уже спинку, например, стула. Сразу ставишь боком ногу, чтобы он не падал, как у меня. И чуть-чуть здесь старайся тянуться. Подседаешь, тянешься. Вот здесь почувствуй. Низко для тебя. Ставишь два стула, например. Или на стол что-то ставишь. И ногу туда закладываешь. И стараешься все выше и выше держать ногу именно вот так боком. То есть просто держишь. Самое лучшее это делать, когда есть напарник. То есть напарник сел. Ты ему положил, стал боком. Положил ногу на плечо. Он взял твою ногу на плечо. И потихоньку встает, 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 встает. Вот ты, соответственно, за что-то держишься. И у тебя нога растягивается, растягивает. Когда напарник встанет на ровные ноги, да, ты при этом будешь стоять там, держать ногу. То при этом вот это и есть твой хай-тик. То есть теоретически ты уже можешь ударить хай, да. То есть если напарник стоит, а ты встал и держишь спокойно ногу. Вот это и есть то чувство, когда ты уже достанешь спокойно ногой до головы. Останется только разработать сустав и уже стеню вот это все выбросить, правильно. Такое упражнение именно на растяжку хай-тика. Сегодня я покажу тебе упражнение для мышц стабилизатора фронт-тика. Много ребята также говорили, что не получается забрать ногу. Да, вот когда бьешь фронт-тик через стул, не получается забрать ногу. Ребята бьют, а нога падает на стул, да, зацепает, затягивает, например. То есть и чего это происходит? Это не от плохой растяжки, это от того, что не развиты мышцы стабилизатора. То есть нога не держится, она сразу падает, нету мышц, которые держат. Поэтому нужно развивать как раз эти мышцы. Самое простое, самое надежное упражнение на статику, это просто удержание ноги. То есть сначала, пока нету такой растяжки еще, да, просто становишься, прямая ножка и стараешься держать. Держать стараясь на своей максимальной высоте прямой ноги, например. То есть, да, потом она немножко будет там подгибаться, подгинаться. То есть задача какая? Стал, например, вот ровно, оп, выпрямил ножку и стоишь, держишь ее. Держишь столько, сколько можешь. Она будет потихоньку падать, но ты стараешься полностью держать, пока она вообще не расслабится, не упадет полностью. Стал, выпрямил. Лучше за что-то держаться, да, чтобы на опорной ноге не телепаться. Подержал левую, встал, оп, подержал правую, там, например. Если уже чувствуешь, хорошо получается, можно брать для себя высоту. То есть, когда есть высота, тогда есть цель, да, на которую нельзя опуститься, например. Взял стул, встал в стоечку, оп, выпрямил и над стулом держишь. Нога начинает расслабляться, брум, упала. Все, ты ее расслабил, отдохнул, опять поднял силой, оп, и держишь. Вот так ты будешь развивать мышцы, которые держат ногу, которые позволят потом жестко выбрасывать фронт и возвращать его назад за счет мышцы, а не за счет растяжек или еще чего-то. Тренируй вот это упражнение. Итак, сейчас покажу такой важный момент, как тайский шаг. Технически у многих ребят он вызывает такие проблемы. Ты его будешь работать там в свободное время, отрабатывать. Это обязательно такая вещь. Что такое тайский шаг? Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы сделать удар, например, левой ногой, да, перешаг, или когда ты работаешь правой или выставляешь блок, сразу добавить еще один удар. Показываю на левой. Делается он в четыре действия. Получается, ты, чтобы ударить правой ногой, левой ногой, ее нужно зарядить, да, поставить назад. Самый простой вариант это прыжком просто сделать, но так не делается, так как это очень энергозатратно. Поэтому делается в четыре шага. Сначала левая нога ставится назад на носочек, потом делается на нее немножко опора такая, да, и правая нога делает под шаг вперед, и сразу идет удар левой ногой. То есть вот такой тайский шаг. Еще раз. Раз, два, пам, три. Стоишь в стоечке. Раз, два, пам, три. Вот такой удар. Быстро это получается вот так. Оп, пам, удар пошел. Хеп, пам, удар. Назад, вперед, удар. Это позволяет сокращать дистанцию под удар левой ногой. Например, вот большая дистанция. Так я не ударю левой с ближней ноги. Не достаю. Я делаю тайский шаг. Сначала ногу заряжаю. А с правой ноги я уже могу подшагнуть или сюда, или сюда. И сократить таким образом дистанцию. То есть стоишь здесь. Раз, два, пам, сократил, ударил. На правую ногу. Это делается после блока. Выставил блок. Про блоки во второй тренировочной программе. Ты увидишь все. Или уже увидел. Да, увидишь. Как это делать все. И под правую ногу, например, да, выставил блок. Чтобы сразу ударить этой же ногой правой, надо ее поставить назад. То есть блок раз, назад, два, левый подшаг и правый удар. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обязательно левой делать подшаг. То же самое на левую ногу. Получается блок раз, назад, два, подшаг, три, удар, четыре. И в таком режиме работаешь. Бам, 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 бам. Быстро получается так. Блок. Сразу, одновременно. Я, получается, делаю подшаг уже в то время, когда правая нога только опускается. Вот это движение идет. Оп, оп. Она опускается. Я уже левую заряжаю под удар. Я уже делаю подшаг, разворачиваю ногу, разворачиваю носочек для того, чтобы вложить корпус. Оп, бам. Отрабатывай медленно, пока у тебя не будет этого автоматизма. Сейчас покажу упражнение для разработки тазобедренных суставов, которое просто необходимо делать для того, чтобы действительно получался хороший круговые удары. Low, middle, high kick. Не важно. Это упражнение важно для любых круговых ударов. Задача какая? Берешь какую-то высоту. Да, стульчик можно брать или на стол ставить. В зависимости от твоей изначальной формы, растяжки, проработки суставов. Стоешь ровно, опорная нога ровно, ногу на стульчик ложишь ровно. Задача носок вверх. Какая задача? В стоечку встал, на опорной ноге, на носочке проворачиваешься и разворачиваешь ногу. То есть стоял ровно, сейчас становишься боком. Вот это и есть суть middle kick, low kick, high kick. Ты стоишь ровно и на носочке делаешь вот это движение. Как бы учишься выбрасывать ногу, разворачивать ногу. Вот пошло движение. Оп, одна ручка ушла. Таким образом, за счет опоры тебе не тяжело держать ногу. И ты можешь понять механику самого удара. То есть движение самого удара. Если такая высота легкая для тебя, ты уже можешь тогда положить, например, на спинку стула ногу. Или на стол там какой-то, что у тебя там есть. Или подложить там под стул еще выше, выше. Вот когда нога на поясе, это уже middle kick. И вот тут работаешь. Раз, оттянулся, выставился. Оп, оттянулся, выставился. Опорная ножка на носочке проворачивается. Обязательно. Вот это движение делаешь. Раз, два. Таким образом, ты понимаешь механику, да, и разрабатываются суставы. То есть нога учится не бить, как в основном бьют, или внутренней частью, да, вот такой удар делают. А именно учишься доворачиваться боком и проносить ногу, четко разрезая цель. Доброе. Доброе.